Наши герои входят в замок через подземелье. Рыцарь погрузился в воспоминания о детских временах, когда темные коридоры таили в себе кучу загадок. Пауки были маленькими, а кости аккуратно сложены по углам. Забытое подземелье. А, кстати, я только сейчас заметил, что это вот наш путь. То есть мы вот прошли здесь, 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 здесь. Сейчас мы здесь. Я так понимаю, что мы еще пройдем вот по этой стороне, по какому-то лесу, и потом куда-то придем. Начать. Меня дрожь пробирает от этого места. Это подземелье. Именно так здесь и должно быть. Ха-ха! Не бойтесь! Со мной мой меч и мой плащ! Я сокрушу всех врагов и приведу нашу армию к победе! Мы непобедимы! Так, что ж. Я здесь сделаю небольшой... Да нет, в принципе, большой. Так, сохранение игры прогресса уровня будет сохранен. И пока что... Да. Будет... Большая пауза. Ну, для вас секунду. Для меня примерно... Чуть менее суток. Так, собственно, вот я уже вернулся, а вы не заметили. Для вас всего лишь секундочка пролетела для меня. Ну, примерно почти сутки, да. Так, начать, чтобы... Нажим, чтобы начать. Возобновить игру. Это мы слышали. А, прямо здесь сохранилось. Отлично. Так, что нам нужно? Собственно, поднимаемся куда-то наверх. Так, переключаться. Переключаться. Так, либо вниз. Я хочу налево сходить. А, сюда, в принципе, и надо было бы. А теперь можно идти, наверное, наверх, знаете. А, там щекули сверху. Не заметил. Так, теперь у нас сверху. Сверху надо отбить. Я так понимаю. Нет? Вроде попадает, но ничего не происходит. Так, а как нам это забрать? Вроде как через воровку. Да. Как-то... Как-то так. Хорошо. Так, теперь идем сюда. А, это у нас огненный. С факелом. Так, вниз мы... Спрыгнуть куда не сможем. Бежим дальше. Здесь. Ясно. Здесь сейчас, кстати, рыцарь помрет. Хотя, вроде как, локация больше... А, вот так вот. Ладно, я думал, что она не... Платформа не соскучит. Хорошо. В принципе, чекпоинт недалеко. Все, восстановили. Так, а та... Та у нас должна, наверное, подниматься. Вот скелет оказался хитрее. Или умнее. Так, а их там многовато. Нам, наверное, надо опять чрезвычность. А, вот так вот. Вот оно как. Хорошо. Так, и здесь тоже. Или нет? Через мага. Видимо, да. Здесь, видимо, через мага. Так, хотя можно попасть наверх. Давайте опять через мага. Так, будет намного проще. Так, тут можно еще поверху пробежать. Но это очень... Так, наверное, попробуем так. Сначала сбить. Нейти не сбивается. Здесь надо аккуратно все это перепрыгнуть. Вот там будет проблемка. Не, нормально. Так, и бьем нижнего. Пока все нормально. Так, урон получаем. А, нам надо две, наверное, поставить влево-вправо. Так, секунду. Или не надо уже? Или надо? В общем, не знаю, надо или не надо. Видимо, не обязательно. Так, там какие-то колья. А, здесь тоже эти накиды. Бомбочки. Колючки. Наверх, нам не выбраться. Так, и у нас есть рычаг. Так, что-то... Что-то повернем. И обратно. И наверх. Так, здесь попробуем по-быстрому. По-быстрому не получится. Все-таки пытаюсь все эти колбы собирать. Так, за скелетом прыгать нежелательно, конечно. Но это опыт. А, они сами поднимаются. Тогда я сейчас второй должен помирить. Не знаю, почему это поднимается. Кто-то активовал какой-то механизм. Где-то должен быть второй. Либо вот этот второй. Второй тоже погиб, получается. И рыцарь тоже погиб. Рыцарь воскрес. Так, слева. Слева. Пусто. Так, сверху, по-моему, что-то было. Вон, сверху что-то было. Так, как нам это... Прямо так. По-моему, это надо все-таки разбить. Или у нас здесь проход? Прохода у нас нету. Если только так. Да, забрались. Хорошо. Это куда-нибудь туда. Сколько их еще вообще? 9.20. По-моему, мы уже больше убили. Пока 9.20. 9.20. 10.20. Нет, все-таки засчитывается. Может, засчитывается только тех, кого мы убили. Нет, 12. Сейчас фаерболл его убило. В принципе, нам засчитали. Так, это что такое? Давай обратно. Так, что здесь у нас будет? Просто ворот. Ясно. Так, а там, может быть, что-то спрятанное? Опять все помрут. Наши, разумеется. Здесь никого-то и не конец. Так, кстати, коль я сверху вообще не замечаю. В принципе, много чего здесь не замечаю. Пауков видно. Так, это у нас откроется чуть-чуть попозже. И это коли. Нет, это, видимо, два раза на эту наступили. На колючую бомбочку вот эту. Так, это мы активируем снизу, я так понимаю. А там наверху, наверное, будет сундук. Да, у нас еще здесь два сундука должно быть. Надо подобрать момент. Так, а это не совсем сундук. А это нам понадобится, нет? Ну, не знаю. Пока нам вроде это и не нужно. А, вот стена. Это первый раз я такое вижу. Что здесь стена была. Значит, получается, где-то я уже ей пользовался. И там, ну, возможно, тоже была какая-то стена. Просто я ее не заметил. А, здесь у нас сундук. А сундуки мы везде открывали. Значит, именно такой локации у нас не было. Кристалл здоровья. Тайника такого не было. Кристалл здоровья. Увеличивает эффект от каждого сосуда здоровья на 5%. Так, это рыцари. По-любому. У нас больше всех дерется. Я не нажал, да? Я же не активировал. Так, а сейчас опять помолит. Вот, теперь мы идем вниз. Сейчас у нас вдвойные, наверное, погибнут. Вот, никто не погиб. Хорошо, здоровье восстановили. Прыгаем куда-то вниз. Интересно, с щитом можно закрыться от этого? Попробуем. Да, можно. Но не очень эффективно. Так, если вот, как там, F? Нет, не очень. Даже, прям скажем, очень плохо. Ладно, как-то там по-другому надо было все это делать. Так, вот это же вроде как нажимные пластины. Чего-то как-то ничего не нажимается. Либо надо ставить обязательно что-то. Да не, вроде. Бессмысленно. А вот на ту пластину вроде надо... Либо-то уже была нажата. Угу. Наверное, туда. Так, ну здесь, собственно, квадрат. И вот так. Не успели. По идее, должен запрыгнуть. Не хочется. Ладно, сделаем. Как-то так. Так. Тоже не особо получается. Вот так хорошо. Так хорошо. А походу сюда и нужно было. Так, туда опасно пока прыгать. Я боюсь, что мы обратно не вернемся. Хотя, по идее, там. Наверное, можно пройти будет. Давай сначала повернем. Так, хорошо. Теперь прыгаем влево. Возможно, здесь тоже какой-то тайник. Хотя, с учетом того, что мы обратно не вернемся. То есть, это более-менее обязательное место. Даже так. Хорошо. А, мы теперь... Мы теперь сами не можем выбраться. А как нам это исправить? Отсюда он не работает. О, получилось. Отлично. Так, бежим. Пластина. Да, нажимаем. Первая. Поднимается. На время, наверное. Либо на один нажим. А, идти обратно. Хорошо. Я боялся, что она будет опять возвращаться обратно, если вдруг упали бы. И опять круто. Так, опять у нас Леорик. От него можно спрятаться. Ты ничего не сделаешь? С тем можно прямо... Так. Как-то достаются. Хотя можно так бить. Нет? Он так не работает. По лицу бью, но ничего не происходит. Значит, в рукопашку. Спешить здесь вообще не нужно. То есть, походу, два удара подряд не проходят. Тебе, я просто не попадаю. Два раза. Может, вообще не прыгать? Такой себе. С щитом. Блокируем, бьем. Блокируем, бьем. Блокируем, бьем. Все равно прыгать надо. А, вот так вот. Его еще можно использовать. Сейчас он что-нибудь сломал. А здесь больше ломать-то нечего. Здесь же уже, наверное, выход. Или просто проход дальше. Потому что еще второй сундук должен быть где-то. Скорее всего, мы его еще... Не дошли до него. Потому что пропустить я вроде как не мог. Хотя почему не мог? Вполне мог. Но буду надеяться, что мы его не пропустим. А куда дальше? Так, там, наверное, надо будет... Есть что-нибудь? Что-нибудь захватить? А, это секрет у нас. Я нашел секрет. Кстати, здесь может быть второй сундук. Да, как раз здесь второй у нас сундук. Найден предмет ботинки. Так, что он нам дает? Скорость. Уменьшает урон от опасных поверхностей шипов. Так, это, наверное, пусть будет у него и будет. Он, кстати, скоро помрет. Как я понимаю, здесь нужно сделать квадрат и нацепить его на шипы. По-моему, это самое лучшее. А, здесь тоже не ходить. Здесь еще одна выдвигалась платформа, на которую, в принципе, можно было запрыгнуть. Но да ладно, так проще. Тем более, игра нам дает возможность делать именно так. Ну, один-один. И паук попал, и мы попали. Королевское знамя. Символ выглядит точь в точь, как артефакт, который мы ищем. Что же это за артефакты? То есть мы, наверное, в пути. А, конец уровня. Второй артефакт, тот, что связан с разумом и могуществом, защищал замок и придавал сил королю и его людям. Артефакт был защищен мощными заклятиями. И только те, чьи помыслы чисты, могли прикоснуться к нему. Десятилетиями многие короли и рыцари пытались приблизиться к артефакту, но в туне. Легенды гласят о благородном и справедливом герое, который придет и сумеет взять артефакт. Но, подойдя к воротам, наши герои осознали, что нежить захватила замок целиком. Некогда прекрасное место превратилось в обитель ужаса. Ничего страшного мы это исправим. Престол павшего короля. Как-то не похоже на замок, о котором вы говорили. Нет, я не могу поверить. Они... Разрушили... Разрушили все. Нужно поторопиться. Нужно поторопиться. Так, это надо, наверное, вот так вот использовать. Где-нибудь пригодится. Или нет. Надо, может быть, и нет. Так, стоим. А, можно ходить. В принципе, если мы убали на коле, можно спокойно по ним потом ходить. Я про это всегда забываю. Мне кажется, что каждый раз будет наноситься урон, если я буду двигаться влево-вправо. Сколько здесь кого? 20 врагов, 25 бутылочек и, как обычно, 2 сундука. Которые желательно найти. Так, это, кстати, это можем... Плохо, что, кстати, не можем кинуть. То есть, нельзя его отбросить. Вот, кстати, первый сундук. Достаточно близко к началу уровня. Статуя орла. Что дает? Уменьшает количество маны, требуемое для создания предметов. Только волшебник. Так, то есть, это только твое. Значит, надо вставить сюда. Или в конец. Не пускай будет на первом месте, что это только его. Остальное у нас все более-менее уникальное и подходит под всех. Так, хорошо. Правда, неизвестно, сколько монет мы тратим. Сколько мы тратим? Мы вообще мало. А если без этого артефакта? Он, кстати, опять сдвинулся обратно. А это мы, наоборот, в первую очередь поставили. Так, а теперь сколько тратим? Да, намного больше. Так у нас уходит процентов так, ну не 10, может по 10. Посмотрим. Процентов 10, да, уходится. А с этим артефактом? Что-то тоже много уходит. Ну да, ладно. В любом случае, должны смочь больше создать. Так, это забрали. Это забрали. Где можно наверх? Или нужно наверх? Так, а стрелы F. Или как-то менять на Q. Это забрали, это забрали там. Этого убиваем. Вниз. В любом случае, наверное, прыгнем вниз. Потому что, а почему бы и нет? Там есть опыт есть. От скелетиков. А там уже ничего интересного. Так, и вот это надо тоже убрать. И забрать опыт. Ну и запрыг... Ну зачем? Ну зачем-то прыгнул обратно. Понятно, что не без моей помощи. Просто испугался, что я не запрыгнул. А в итоге запрыгнул. С первого раза. А потом спрыгнул. Так, здесь есть какая-то нажимная. Пластина. Что сделаем? Ничего не сделаем. Раньше, по-моему, по ним надо было один раз наносить урон. Теперь два удара. Мечом. Угу. Ну, то есть надо еще там создать. Тут там что-то стояло. А как мы тогда потом залезем наверх? Ну, только если... Если... Ну, наверное, как-то так, да? Ну, теперь наверх залезть. Так, здесь аккуратно влево прыгнули, перепрыгнули, все. Уходим. Уходим. Так, внизу делать ничего или есть что? Так, наверху сундук. Так, наверх. Вижу, у нас два. У нас сундука. Значит, по-любому этих добиваем и идем за сундуком. Хотя, может быть, воровка сможет как-то забраться по-быстрому. А, вот так вот. Да, так быстрее. Так, намного быстрее. Найдено быстроколчан, умение воровки. Так, третье умение. Быстроколчан позволяет воровке заряжать лук быстрее. Позволяет воровке заряжать лук еще быстрее. Так, а это вроде как пассивка получается. То есть, ничего нажимать-то не надо. То есть, просто быстрее натягивать тетиву. Ну, собственно, вот это можно прокачать, потому что у нас уже 5 улучшений. Я никуда их не тратил. А это, в принципе, луком мы пользуемся. Соответственно, будет воровки еще быстрее заряжать. Так, прокачиваем, да? Это мы возьмем. Так, ну и следующее стоит еще 2 очка улучшения. Позволяет воровке заряжать лук почти мгновенно. Давайте посмотрим разницу с этим. Разница хорошая. Давайте возьмем, да. Так, почти мгновенно. Да, хорошо, меня устраивает. Вполне. Страта оправданная. Правда, еще неизвестно, что у тех будет. Но я думаю... Ну что, что может быть у тех? Здесь, может быть, мана просто будет увеличиваться, либо как-то сама восстанавливаться. Возможно. А урель средняя, может, здоровье будет восстанавливаться. Ну, знаем. Тоже, наверное, что-нибудь пассивное. А лук-то это, да, это полезно вполне. Тем более, вот здесь как раз при нас лучники. И начали появляться. Так, наверх. Наверх тоже получится забраться. Это мы тоже все забираем. Скоро еще одно очко улучшения получено. Можно, кстати, в прыжки стрелить. Только потом у нас проблемы. Так, надо как-то там забрать и тут забрать. Так, хорошо. Нам пока тратить. Серьезно. То есть нам дают 6 очков на каждого. Я думал, что у нас общая 6. И надо делить между всеми. У нас получается и у мага есть 6 очков улучшения. И у рыцаря 6 очков улучшения. Тогда не было смысла их, в принципе, копить. Так, ну тогда лучника мы прокачиваем, естественно. Урон от огня, либо можно пускать 2 стрелы сразу. Ну, собственно, если будет 2 стрелы, то будет двойной урон. То есть это даже будет не увеличение, а удвоение урона. Поэтому берем 2 стрелы. Можно пустить 3 стрелы сразу. Цена улучшения 3. Не хватает очков для улучшения. Так, мы посмотрим, что за 2 стрелы. Мы возьмем обычные. А уже никак. А, вот 2 летят. А огненные, получается, не летят 2. Да, огненная летит одна. То есть это действие только на обычные стрелы. Так, ну хорошо. Значит, будем обычные стрелять. В принципе, 2 стрелы. Ману не тратим. Все хорошо. Ну и удвоенный урон. Так, ну это чтобы вернуться, нам возвращаться, в принципе, не надо. А, на ней надо было просто подольше постоять. В принципе, ворота открываются вниз и удерживать уже пластину не нужно. Хорошо. На будущее может пригодиться. А может нет. Это вроде паук. Это не паук. Так, надо было. Поднимай, поднимай. Так, вот это мы забрали. Здесь даже 2 опыта было. Хорошо. Сколько нам осталось? Нам, в принципе, сюда надо 3 улучшения, сюда 2. То есть 5. И третий, наверное, тоже будет 3. То есть 8. То есть по идее мы можем еще 8 уровней взять. Максимальный получится у нас 14. Плюс-минус. Ага, за эти уже спляться нельзя. И ничего не дали. Ни опыта, ничего с ним не дали. Так, я думал, что можно зацепиться. Так, ладно, пока мы внизу, можно пробежать, посмотреть локацию. Этого можно убрать. Должны попасть. Нет, все. Так, что мы можем? Мы можем сделать здесь ящик и толкнуть его. Отлично. Не можем убивать, так можем толкать. Так, и как-то надо попасть наверх. Как нам попасть наверх? Через мага. А, здесь. Ясно. На месте лучше не стоять. Либо лучше делать вот так. Тогда они будут баррикадироваться. И мы можем спокойно пролезать там. Чтобы по ним проходить. Они никуда не двигаются. А, и как раз-таки отсюда. Так, не падай. Не падай. Сейчас можно было залезть, но я что-то испугался и нажал влево. Чтобы вот этого не было, чтобы мы вниз не упали. Там сейчас сундук, по-моему, еще. Почему-то мне кажется, что мы... Опять мой косяк. Как это сложно. Потому что когда я зажимаю далеко на... Долго жму налево, он почему-то не цепляется. Я боюсь, что я упаду влево, а потом вниз. Сейчас чуть-чуть нажимаю, он вроде цепляется. Может, надо отпускать кнопку влево? Вот сейчас я отпускаю, но вообще ничего не будет. Либо прыжок отпускать. Нет, прыжок отпускать, что же проблема. Короче, одни проблемы. Вот сейчас залезу. Не знаю, короче, цепляется очень, а не сложно. Найден предмет, синий камень мастера. Это у нас увеличивает эффект от каждого сосуда мана на 5%. Это кристалл мана, это вообще не то. Или это то? Нет, это не то. Вот, синий. А почему за нее? Разве за нее? Либо у него места, просто уже нет. У него уже есть место. По идее, должны были ему дать магу. Так, ну ладно, синий камень мастер. Увеличивает максимальное количество ящиков на 1 волшебник. Увеличивает количество стрел из обычного лука на 1 воровка. Давайте попробуем ящики. Посмотрим. С ящик. Ну, собственно, вот их теперь 2. Кстати, в принципе, может быть ему и прокачать. Теорише, ценового улучшения 1. Хотя интересно посмотреть, что будет 3 и прокачать по максимуму может быть 3 и наук. Ладно, посмотрим. Пока, в принципе, не горит. Сильно уж. Посмотрите сюда, что это? Какая-то книга. Дай-ка я взгляну поближе. Смотри. А, это конец уровня. Ясно. С превеликим энтузиазмом волшебник углубился в изучение королевского дневника. Особенно интересными были последние страницы, где король рассказывал о древних развалинах, заброшенных давным-давно. Невероятно прекрасные статуи и архитектура поразили старого короля. Королевский дневник почти не содержал информации об артефактах. Но живые описания сходились со знаками в гробнице первого стража. В легендах существовало место, которое стражи звали своим домом. Если так оно и было, и развалины были местом происхождения артефактов, наши герои могли, наконец, получить кое-какие ответы. Местоположение развалин было тщательно указано в дневнике. В середине леса довольно далеко. Наши герои решили последовать направлению, указанному в королевском дневнике. На краю леса воровка почувствовала что-то странное. Какое-то теплое ощущение в сердце. Так, а мы, кстати, идем снизу. Я думал, что мы идем сверху. То есть у нас здесь был крестик. Я думаю, мы отсюда и вниз идем. И снизу пойдем дальше, куда-то вот сюда, вот к какому-то цветку. А мы, оказывается, снизу, вот здесь, как кладбища, что там крепость. Академияная это была, которая. То есть мы идем наверх-наверху, и вот сейчас мы в дивный лес входим. Если мы хотим достигнуть развалин до наступления ночи, нам надо поторопиться. А здесь так тихо. Как будто бы гора с плеч свалилась. Так, кстати, кстати. Пока нам не очень нужно, не очень нужно. Вот, пускай нас будет у воровки все-таки три стрелы. Стрелы. А так, наверное, будет лучше. Надо забрать. Не знаю, слева там было что или нет. Наверное, конечно, да. Так, вот там что-то есть. Да, по-любому. Так, сложно туда забраться. Но мы забрались. Так, тут колья, колья, колья. Сейчас помрем. Здесь внизу бутылочка еще одна. С опытом. Хорошо. Так, что у нас здесь? Чтобы ничего не пропустить. А сколько всего здесь? Два судука, 20 врагов, 30 бутылок. В принципе, плюс-минус, везде всегда все одинаково. Бутылку только раньше везде было по 25. Здесь что-то их 30. Аж целых 30. Так, там пластина. Я думаю, нам не особо-то и нужно. Можно было и так запрыгнуть. Ну, ладно, с ними проще. Дивный лес. Ну, вот первая пещера. Так, сундук. Это хорошо. Это хорошо. Первый сундук всегда хорошо. Чешуя рыбы. Что дает? Позволяет неограниченное время находиться под водой. Так, это лучше. Ну, пускай у воровки будет. То есть сейчас мы будем очень долго находиться под водой. Либо куда-то очень далеко плыть. Потому что этот сундук пропустить было бы очень-очень сложно. Это, видимо, с другой стороны мы потом сюда придем. Скорее всего, да. Так, хорошо. Поплыли. Ясно. Далеко не уплыли. А у этого, да, у этого кончается кислород. А у этого восстанавливается. Если мы переключаемся на другого персонажа. Нет, не восстанавливается. Ну и ладно. А что-то как-то здесь ничего толком-то и нету. Например, все-таки как-то туда переходить. А, он же плавает. Так, на него можно запрыгнуть и от него отпрыгнуть. Ясно. А наш, кстати, по-моему, не плавать. Если мы создадим, он, по-моему, тонет. Да, он немного. Немножко тяжелее. Боюсь, что что-то пропустили. Ну да. Что-то-то как раз-таки пропустили. Да. А, туда надо. И сюда надо. Так, и сюда. Забрались, так там что у нас? Ничего. Где-то есть сова. Подбежишь, а там камера. Да? Ну как-то... А, понятно. Через мага. Через рыцаря. Ну, это мы заберем рыцаря. 41. Еще чуть-чуть. Так, там сохранение будет. Значит, здесь у нас пластина. Разумеется. Еще уже больше похож на какой-то такой затопленный корабль. Мачта только не хватает. Сейчас уже нет. Нам, наверное, надо... По-любому. И туда надо. Так, 4 осталось собрать. А, нам это не за... Нет, можно захотиться. Можно зацепиться за деревяшку. За ветку. Можно плавать. Там у нас водопад какой-то небольшой. Вот здесь еще спрятали. Давайте там выплывем. Там, где водопад. Я думаю, разницы большой не будет, что здесь, что там. Небольшая есть все-таки. Надо как-то перепрыгнуть. А как? Ясно. Либо вот так. А, точно. Они же тонут. А, вот. Вот что у нас есть. Это не тонется. Так, хорошо. Второе. Ну, три стрели нам, наверное, уже не надо. А урон полученный нам тоже не нужен. Поэтому, поэтому... Ладно, будем копить на три стрелы. Вместе с нашим предметом мы сможем четыре стрелы выпускать. Это будет интересно. Там же можно было за что-то зацепиться разницу. Нет. Нет, нельзя. Радуга. И водопад. Кстати, неплохое место, да. Здесь можно было бы какую-нибудь скамеечку поставить. Сидеть и смотреть. Отдыхать. Или снизу. Так, надо вниз. Ладно, пойдем вниз. Там, возможно, мы умрем. И здесь тоже, да? Ясно. Вот это было не вовремя. Куда ты попал? Не, это не мои. Или это мои? Вообще, мои, наверное, да, они остаются. Но они должны... Часть какая-то должна пропадать. Они же не могут быть бесконечными. Обычно в играх так. То есть, когда уже перебор лимита, старые исчезают. Пока ничего не исчезают. Пока ничего не исчезают. Это очень странно. Насколько их хватит. А, грибы ломаются. Ладно, текстуры не пропадают. Вот эти были первые. И сколько я уже... А, вот эти начали пропадать, да? Или просто уже незаметно. По-моему, какие-то пропадают. Может, ближайшие пропадают? В общем, ладно. Неплохо такой. Неплохо лучник пострелял. Уходим.